Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в гостях не в Порошкино, где мы снимали раньше наши зимние разговоры, а в гостях у ландшафтного дизайнера и арт-директора архитектурно-ландшафтного бюро Гринса Виктории Сангиной. Сегодня у нас небольшой такой посиделки, кворум. В гостях несколько наших экспертов канала, ландшафтных дизайнеров. И сегодня, естественно, мы будем общаться о ландшафтном дизайне. И, как я выяснил, у наших дам очень наболел вопрос, с которым мы неоднократно уже обращались, посвященный тому, что такое вообще ландшафтный дизайнер, в чем заключается сама профессия ландшафтного дизайнера. Ну и я думаю, что не лишнее будет об этом поговорить, особенно когда у нас есть два человека сегодня, и они немножечко по-разному себе представляют некоторые моменты, некоторые особенности профессии. Ну да. И да, я думаю, что нам будет о чем-то подискутировать. Здравствуй, Вика, здравствуй, Лада. Здравствуйте. У нас сегодня Лада Кулыгина еще также. И я так понял, что, Лада, поскольку ты была у нас инициатор этой беседы, вот тебе, собственно говоря, и слово. Расскажи, что тебя так беспокоит. Да, да. Ну, я была действительно инициатором этой беседы, потому что я постоянно сталкиваюсь с такими вещами, что люди довольно поздно обращаются к нам за нашей помощью. Вот. И мне не совсем понятно. Я хотела бы, вернее, разъяснить, что такое ландшафтный дизайнер, что мы умеем делать, для чего вообще мы нужны, и что мы можем вам предложить, что не могут, например, предложить те же самые строители, чья профессия, на мой взгляд, иногда очень переоценена. Вот. Пусть меня, конечно, они там заклеймят позором, но я все-таки скажу. Вот. Потому что я считаю, что построить дом, это, ну, если есть проект, и если, как бы, все есть, я могу лично, сама. Потому что там, ну, ты должен знать, конечно, какие-то спецификации, но это все запланированные ситуации довольно-таки, то есть делается фундамент и все остальное. Соблюдай все, и все будет хорошо. Ландшафтный же дизайн у нас. Мы постоянно сталкиваемся с разными критическими ситуациями, с разными нестандартными ситуациями. Мы, например, сталкиваемся с тем, что, допустим, ну, самое простое, вот в прошлом году у меня было два таких варианта, когда ты приходишь, берешь проект, уже построен дом, есть въезд, есть, ну, как бы, есть точки, которые уже нельзя изменить, то есть въезд, есть, да, есть ограждение поставлено, залито бетонное, выставленный дом построен, на фундаменте стоит. Все, это точки, которые ты никуда не денешь уже. Ну, то есть ты должен работать с этим. И между домом и въездом, допустим, ты должен сделать парковку обязательно. Ну, конечно, мы же делаем парковку, люди туда заезжают, ставят машины. И мне непонятно, почему, например, строители не думают о том, что с этой площади нужно будет куда-то выводить в воду, допустим. И эти две прекрасные точки залиты в один уровень. Ну, когда вы делали дом, почему нельзя было поднять его выше, пустить его ниже? Ну, как бы, есть же у всех нивелиры, да? То есть можно представить, что будет дальше. Ну, нет, как бы, их это не волнует. Они считают, что, как бы, все хорошо. Просто какая-то, знаешь, это вражда между оборудовыми и вампирами, получается, между строителями и ландшафтными дизайнерами. Да, понимаешь, в чем дело? Проблема в том, что, кроме того, что возникают проблемы с самой ливневой канализацией парковки, Лада абсолютно права, это минимальность проблем. Если нам приходится задирать парковку, то нам приходится отсыпать еще грунт, то есть не работать на материнском грунте, да? А мы завозим грунт, а это всегда гораздо хуже, когда мы работаем на материнском грунте. То есть они цепляют такой ворох проблем в связи с тем, что они некомпетентно принимают решения. Они построили дом и ушли. Ну, половина из них еще пытается сделать дорожки, заработать еще на этом. Естественно, эти решения принимаются без учета. Эргономики, без учета эстетики, без учета треков, насколько они там, ну, насколько правильно, что дорожка пойдет именно так, да? Никто это вообще, об этом не думает, да? Но это не сфера их юрисдикции, собственно. Да, но они все равно туда лезут и лезут и лезут. Нет, они просто считают, извини, они просто считают, что это все очень просто и элементарно. На самом деле это не так. Мне, например, очень не нравится, и мы часто с этим сталкиваемся, что, например, строители берут и, например, либо выравнивают участок весь. Ну, зачем? Ну, то есть зачем вы это делаете? Непонятно. То есть все считают, что если участок ромный, то там не будет никаких проблем. И тем самым роют себе просто огромную проблему. Я, например, была вот взяла на проектирование участок, да? Там ситуация была совершенно сногсшибательная. То есть есть уклон естественный. Весь поселок стоит на склоне. Причем там очень близко грунтовые воды. Несмотря на то, что это холм, бывают такие ситуации, что вода близко на самом деле, высоко стоит. И человеку посоветовали выровнять участок. Он это сделал. То есть он снял весь грунт, который у него был. И получилось так, что со всех холмов, ну, то есть он сделал такую котловину, низину, да? Ему там закопали дренажные трубы. И со всех холмов потекла к нему вода. И она там стоит. Ну, то есть это не справляется, во-первых. Во-вторых, там это и не могло справиться, потому что там высоко грунтовые воды. То есть они докопались почти до грунтовых вод, положили какой-то якобы дренаж и стали собирать всю ливневую воду со всех склонов. Ну, это ужас, это просто ужас. То есть это столько выкинул человек денег и еще выкинет, потому что нужно восстанавливать эти уклоны естественные. То есть нужно делать это все обратно, чтобы хотя бы что-то посадить, потому что там же не будет на воде расти у вас рогоз. Все же хотят деревья красивые, кустарники. Потому что мало кто знает, что холм, он все равно нестабилен, у него есть некое напряжение. Как только мы начинаем что-то изрывать, мы это напряжение увеличиваем тем самым. То есть там все процессы, которые шли там миллиметр в год, там пять миллиметров в год, они пойдут гораздо быстрее. А лить подпорные стенки, это удорожать проект сразу. По нынешним ценам, ну, это уже с шести нулями суммы. То есть с рельефом надо очень аккуратно работать. С рельефом, конечно, да. Если есть рельеф, вообще его лучше не трогать, не позвав специалиста. А строители дома или архитекторы дома, это не те специалисты, которых надо звать при этом. Ну, если я правильно понимаю, то это совершенно типичная история. Мы когда с тобой приезжали в Белоостров и смотрели участок, первое, что мы увидели, это раз как бы дом сделан, не сделано крыльцо, сделан атриум, но не сделан выход из этого атриума в сад. Да. И парковка расположена так, что она... Ты заезжаешь прямо в будущее крыльцо. В будущее крыльцо. Из жилого дома. Но мы это все переделали, мы с тобой не успели до снега увидеть. То есть этого можно было бы избежать, если бы до того, как появился дом, туда приехала ты. Но я не знаю, если честно, строитель дома как раз-таки переносил ворота с калиткой. Я не знаю, во сколько это обошлось заказчику, но там полностью спиливали. Я могу сказать, что вывоз только обошелся, вот этого всего, то, что было выкопано, больше, чем в 50 тысяч рублей, потому что там то, что было залито, его невозможно было просто трактором запихнуть на 20-кубовый команд, чтобы вывезти. Видите? Это проблема. То есть это типичная история у тебя, собственно... Вообще, да. Просто, просто... Ну, то есть какие глупости делаются. Да, кроме того, что там вызван был вот этот погрузчик, чтобы вывезти на 20-кубовом, там, по-моему, три машины уехало вот с этим, то, что было вывезено. И плюс вызвали еще отдельно манипулятор, на него застропили вот это то, что вот железобетонное было. И он уже, манипулятор, повез это на помойку. То есть, понимаешь, да, только вывоз сколько стоил. А там еще был демонтаж, и отдельно потом это все заливалось. Давайте мы расскажем... Ну, это не связано с квалификацией строителей. То есть, может быть, есть какие-то хорошие строители, которые делают иначе? Или это вот в 99% случаев... Вот, послушайте, раньше, ну, как бы раньше, раньше, давным-давно, когда, допустим, строился наш город, да, раньше архитекторы имели очень многопрофильные... Были специалисты широкого профиля, они, грубо говоря. То есть, в первую очередь, они были все художники. То есть, любой архитектор, который работал раньше, это был в первую очередь художник. Эти архитекторы умели и делали красивые сады. Они проектировали, они знали деревья, кустарники, то есть, они умели работать с пространством. Наше сейчас положение... Вот это, мне кажется, самая такая главная ошибка, что у нас пошло такое узконаправленное, да, специалисты. То есть, архитектор занимается в основном... Ну, есть, наверное, архитекторы, которые чудеса творят, да, то есть, они не только проектируют здания, но и проектируют... Их грамотную посадку вообще на участок. Да, да, да. Ну, вот как... Словар Алта, да, вот финский... Подожди, вот финский архитектор, это же прекрасный человек и невероятный, да, то есть, он один из первых начал вписывать, допустим, здания в окружающую среду, чтобы это все было гармонично и красиво. У нас сейчас в стране какое-то странное такое вот с архитекторами положение, да, что вот они делают свою работу, и мне кажется, зачастую, ну, может быть, есть какие-то эксклюзивные люди, которые учитывают то, что где будет стоять их дом, но в основном нет. То есть, они сделали проект, и как бы... Самая главная проблема с архитекторами, что их не учат вообще в ВУЗах посадки домов на частных участках. Вот это принципиальный момент. Вообще, с частными участками в ВУЗе практически никогда не учат работать. То есть, это уже те же самые ландшафтные архитекторы, они выпускаются, приходят в ландшафтные компании, и там переучиваются работать на малых частных участках. Вот в чем проблема. Можно я сказать. А мы тут с тобой про архитектора. У меня просто есть вопрос. Я знаю, что вы все всегда работаете на участке с геодезией. То есть, приезжают геодезисты, делают топосъемку. Скажите, пожалуйста, а вот когда строители работают с участками, они не проводят подобные работы? Более того, я когда свой дом вот этот ставила, у нас же проект был... Мы сначала дорабатывали проект дома с учетом этого участка. То есть, какое помещение, как оно будет работать в ландшафте этого участка, мы назначали высоту этого участка. И когда приехали строители делать фундамент, и мы их спросили, где у вас нивелир, у нас вот такая высотная отметка, они сказали, а что надо? Причем, ты понимаешь, да, дом я строила недавно. Это было там не в 90-е, не в нулевые. Вообще не подразумевалось, что они будут ставить какую-то высотную отметку. Они будут ставить, как Бог на душу положит. Вот буквально 3 месяца назад у нас есть проект, который мы проводим, значит, как бы он строится в Москве. То же самое. Приехали там строители, мне звонит заказчик прямо с участка, я строителю объясняю, на какую высоту, а он мне тоже говорит, что он приехал без нивелира, он просто поставит, вот как он считает нужным. Ну, можно я к слову сказать, что это не все, конечно, строители. Мы не можем говорить так, потому что это неправда. То есть есть люди, которые действительно работают с нивелирами и делают все грамотно. Но просто мы, я вот лично про себя говорю, я очень часто встречаюсь с тем, что создают строители, патывают такие ситуации на участке, когда ты должен как-то извернуться и сделать технически грамотно это, ну, чтобы это было еще и... То есть наша задача сделать еще красиво. Причем они это делают совершенно не со зла. Не со зла, да. Они просто делают, как делают. Я веду к тому, что там, допустим, не нужно, как строители любят. А давайте мы сейчас вам все засыпем здесь песочком, метр насыпем, чтобы выровнять все, что мы сделали. А потом сверху насыпем 10 сантиметров земли и туда посеем газон. И все. И все, и вы попали. Вы попали реально просто на деньги, потому что в этом песке, то есть вам создали такую болотину, такую кислотную, наоборот, закисляет песок. И так все это будет влажно, ничего там не будет толком расти, все это будет как-то чахло и уныло смотреться. Вот. А ландшафтные дизайнеры, например, могут работать с рельефом красиво. То есть и наоборот, мы стороны... Я про себя, например, говорю, что я очень люблю работать с рельефом. То есть ваш плоский участок можно сделать, добавить ему микрорельеф, допустим, и создать такую... Более объемную историю, скажем так. Да, 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 интересную. То есть можно не просто загородиться ту имя от соседей, насыпать холм, сделать у вас лес, парк, я не знаю. То есть вы будете находиться на своем загородном участке, как будто у вас свое собственное поместье. Даже несмотря на то, что участок маленький, допустим. Мы можем, например, ландшафтный дизайнер нормальный может и использовать грунт, который вынимается из-под дорожек, и не надо его вывозить и тратить на это деньги. Да, допустим, использовать его и сделать рельеф. Можем? Можем. Ну, если мы начали с дома, то мы можем посадить проект дома на участок. Да, на нужную высоту, чтобы не было лишних затрат. Да, то есть задать высотную отметку чистого пола правильную, чтобы крыльцо было удобное, не слишком длинное, не слишком крутое, чтобы парковка была удобная, при этом и для нее было место. Потому что банально иногда бывает так, что и места под нее не остается. Либо его слишком много, и задняя часть участка, которая более приватная, она, если участок небольшой, слишком мала и нелепа оказывается. То есть вот эти все вещи, конечно, да, лучше решать при привлечении младшафтного дизайна. Ну, это опять же таки речь идет о том, что вы все-таки занимаетесь не столько садом, сколько организацией пространства. А именно, да. И, соответственно, когда человек приобретает участок и хочет там построить дом, то он немножко заблуждается, потому что начинает немножечко не с того, а с того, что надо, в принципе, организовать пространство, а потом уже поставить на нем дом. И, собственно, это организовать пространство должен не строитель, не прораб и даже не архитектор. Зачастую даже не архитектор, да. Потому что, сколько я видела решений, которые предлагают именно архитекторы, они очень банальные. Они не соответствуют современным тенденциям, извините за выражение. Да, они не соответствуют современным требованиям к тому, как люди, что будут делать на этом участке. То есть, потом очень сложно зонировать такой участок, потому что архитектор, для него самое главное, это дом. А для нас все в комплексе. Мы дом... И дом в том числе. И дом в том числе. Да, мы вписываем дом, потому что дом это основная доминанта в саду. Это самое высокое строение, самое большое. И, соответственно, все потом подчиняется дому. Поэтому, как поставлен дом, это очень важно. Потому что человек, даже когда он строит дом и думает, что он участком вообще не будет пользоваться, то есть, приехал, бросил машину, зашел в дом. Сделал шашлычки. Да, и все. На самом деле нет. Это сначала так. Потом, естественно, нейронные связи в голове начинают свои движения. Вот. И, соответственно, начинается какое-то освоение пространства. Если при этом изначально все построено не очень гармонично, да, дома относительно участка, то это очень сложно. Поэтому ландшафтные специалисты очень важны, когда мы говорим именно про закрепленную застройку. Именно поэтому. Потому что просто строитель или просто архитектор-строитель, он не решает этого спектра задач, а они имеются. Даже если человек не собирается сажать картошку, даже если не собирается сажать гортензии, да, все равно он захочет какое-то патио, чтобы посидеть там с друзьями, да, то поставить где-то шезлонг правильно, да, беседку, может быть, потом какую-то, баню. Это все должно в комплексе изначально проектироваться. Скажи, Вик, ну, и Лада тоже, ну, а это зависит от размера участка. Если у человека, например, четыре сотки, совершенно логично, что он думает, зачем мне тут, что мне тут, собственно, организовывать, потому что... Чем меньше участок, тем... Тем сложнее организовать там. Тем более остро стоит эта задача, потому что каждая ошибка может быть уже неисправляемый либо исправляемый за совсем уже сумасшедшие деньги. Маленький участок это всегда путь компромисса. Просто дело в том, что, знаешь, когда спрашивают, сколько стоит ландшафтное строительство, да, и есть определенные разбеги в бизнес-классе, в эконом-классе, они есть, да, но на маленьком участке это всегда верхняя часть. Почему? Потому что, например, четыре сотки и десять соток. Парковка все равно примерно будет одинаковая. Если у тебя две машины, значит, тебе нужно будет две машины поставить на участке. Если у тебя три машины, тебе нужно будет три поставить машин на участке. Если одна машина, все равно обычно делают парковку на две машины. Если не одной машины, все равно парковку на две машины, потому что... Я не соглашусь. Тебе нужно будет какой-то пайс? Нет, не соглашусь. У тебя нужно отмостку вокруг дома или дорожку какую-то? Нужно. То есть, есть структуры, которые не меняются в размерах в зависимости от размера участка. Ну, например, как туалет в квартире. Конечно. Никто не оспаривает, что он там должен быть. А лучше два. И с санитазом, а не с дыркой в полу. Ты знаешь, я сейчас смотрела современная застройка, новостройки, там даже в однушку почему-то ставят два туалета. Я, если честно, в шоке. Ну, конечно, не в каждом, но там... Бизнес-класс. Однушка бизнес-класса. Много не бывает. Захотел, с утра пошел в этот туалет, а вечером пошел в тот туалет. Или у меня все хорошее настроение? Все неправильно. Гостевой туалет, потому что гости не должны ходить в тот туалет, в который ходишь ты. Да? Это нормально, да. Вот так? Я за. Я бы купил такую квартиру. Лада, что ты хотела сказать? Я хотела сказать, что по поводу того, что это верхняя граница. Да нет там никакой верхней границы. Ну, парковка, да, ну, парковка есть, она везде есть парковка. Но можно использовать, во-первых, маленькие участки, можно использовать простые материалы. То есть не надо там использовать камни и прочее. Мы все время стараемся у нас такой... А почему ты думаешь, что просто маленький участок это дешевый участок? Бывает, что там площадей меньше гораздо... То есть вот, допустим... Цена земли просто. Во-первых, цена земли. Во-вторых, для того, чтобы там что-то... То есть ты делаешь жестких покрытий у тебя действительно... Ну, а остальное это у тебя минимум идет. Растение уходит гораздо меньше, чем... Ежели ты будешь высаживать на 25 соток. Ты попробуй. Да, но растение гораздо дешевле, чем... Неправда. Неправда. Если делать цветники, если делать в природном стиле это все, то извини меня, только если семена месеют, тогда это дешевле будет. Девушка, не доводим до драки. Давайте я предлагаю, что мы снимем отдельный ролик, где мы поговорим как раз уже непосредственно о трендах, перейдем от проектирования к трендам, к садовым, к растениям и пообщаемся отдельно. А на этом, собственно, дискуссию, да, и кто сильнее плотник супротив стилера или архитектор супротив ландшафтного дизайнера. Я думаю, что мы сегодня эту задачу выполнили. Надеюсь, что наша беседа зрителям понравилась. И обязательно пишите ваши вопросы Виктории Сангиной, Ладе Кулыгиной, если они у вас остались. И также рассказывайте, нравится ли вам подобный формат, и какие вы вопросы хотели бы обсудить в нашем дискуссионном зимнем губе. Вот так так. Всего доброго, с вами был канал Европландлайф. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok